Арктика Исходя из позиции губернатора Омской области Александра Леонидовича Буркова, наш регион очень заинтересован в развитии внутренних водных путей. И нам, региону, нужна помощь сообщества профессионального, людей, которые умеют и знают, как устраивать инфраструктуру речного сообщения. Речного с точки зрения той, что внутренние водные пути – это один из лучших экономически выгодных, экологически чистых путей, ведущих к Северному морскому пути. Все мы знаем задачу, поставленную президентом, что объемы грузопотока по Северному морскому пути должны составлять 80 миллионов тонн, и вклад в эти 80 миллионов тонн готовы внести Омской области. Участники форума обсудили цели и основные направления государственной политики России в регионе до 2035 года. А также стратегию развития Арктической зоны, строительство инфраструктуры для грузовых перевозок по Северному морскому пути, поддержку предпринимателей в Арктике, внедрение цифровых технологий и проведение научных исследований. Огромную роль в развитии Арктики играет Северный морской путь – единственная магистраль, связывающая все субарктические и арктические регионы России. Много средств и сил вкладывается в обеспечение безопасности при его использовании. В Арктике созданы морские спасательно-координационные центры и подцентры – это в Мурманске, в Архангельске, на Диксоне, в Тикси и в Певике. Аварийно-спасательный флот на настоящее время для того грузопотока, который сейчас есть, его достаточно. Но с учетом поставленных задач и планов по увеличению грузооборота, конечно, мы планируем строительство нового флота. В настоящее время, с учетом продления комплексного плана модернизации инфраструктуры, до 2030 года запланировано строительство 19 судов ледового класса различного назначения. Все они предназначены для работы в Арктике. Также до 2030 года будет построено три береговых базы для обеспечения аварийно-спасательного флота для стоянки этих судов и их снабжения. Новые базы появятся в Тикси, на Диксоне и в Певике. Сейчас уже существуют базы в Мурманске, Архангельске и на Дальнем Востоке. Новый ледокол «Виктор Черномырдин» в этом году будет работать в порту Усть-Луга, порту Приморск или в любом другом порту северо-запада России по потребности. В следующей навигации Черномырдин отправится в Арктику на ледовые испытания. Конечно же, мы настроены, что будет привлекаться ледокол в научных целях. А вот в целях, наверное, проводок в Арктике в зиме навигации это не рассматривается, потому что у нас непосредственно ледокол будет для обеспечения Финского залива. Форум прошел при поддержке и участии Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства иностранных дел России и других профильных ведомств и организаций. Одним из информационных партнеров форума выступило информационно-аналитическое агентство «Порт Ньюз». На форуме представлена выставка, которая демонстрирует возможности арктических регионов и крупнейших компаний для развития арктической зоны России. Сейчас я нахожусь в вездеходе, который приспособлен для Крайнего Севера и обеспечивает сохранность экипажа и груза в трудных условиях Арктики. Итогом работы форума стала резолюция, которая аккумулирует инициативы участников и будет направлена в профильные комитеты Совета Федерации, Госдумы, Правительство Российской Федерации и Государственную комиссию по развитию Арктики для совершенствования законодательства и государственного регулирования в сфере устойчивого развития арктической зоны России.